Добрый день наш Валерий Константинович если белорусскую позднюю грушу привить на уссурийскую что будет и второй вопрос подвое на айве и на уссурийское вкусовое качество меняется значительно у груши или нет вопросы очень интересные во первых если белорусскую привить на уссурийскую будет это самое все будет нормально если я на уссурийскую прививал несколько десятков сортов и они без всякого труда на ней устраивались не погибали и не теряли уссурийскую качество будет еще белорусская поздняя пускай будет не вижу никаких оснований если где-то не проявится все-таки где уссурийская тайга а где белоруссия это разные концы континента так вот между ними тысячи тысячи километров наверное может быть первом поколении хотя вряд ли я такого не замечал ну допустим возьмет и даст неполную биологическую совместимость а это значит короткий век и может быть отдельный случай одичание вот но в этот момент я скажу что у меня была одна из самых сладких моих игрушек я тогда не делал фотографию называется у меня осенний якорь и когда я ее прибил и получил первый урожай я был в шоке вот такие вот показываю натуральную величину кривые искривленные уродцы вот это плоды уже были взрослые вот такие вот как бы нарисовал такие вот искривленные и я не взял топор только по той причине что мне надо было ее использовать как подвойство скелета образователь можно на ней испытывать и испытывать но я считал что она загублена я привил на нее несколько сортов но дело в том что я еще не успел даже привить на следующий год уже она была вполне 150 грамм сладчайшая вот морозостойкая то есть по первому году нельзя было судить почему она такая была непонятно теперь вопрос за номером два по двое на наиве и на уссурийском вкусное качество меняется больше или нет я знаю что на уссурийской практически не меняется и пару случаев которых я вспомню чуть позже которые не имеют практического значения подумаешь там одна-две сотни так если брать красноплодную рябину черноплодную рябину если брать допустим ирву если брать так что еще можно боярышек ну представляете прервется но о качестве вкусовых надо будет забыть остается айва который вот спрашивает айва я до сих пор не знаю что это такое потому что айва она такая гадость с одной стороны с другой стороны она и яблони и груша даже не знаю кого ближе к яблони или груши привать на нее пожалуйста можно привать другое дело что получится скорее всего все будет нормально но я бы вам советовал все плевать руссурийскую грушу потому что это пойти за 40 лет это так нагляделся на это так напробовался я знаю руссурийская груша это вершина которая уже никакой другой подвой не заменит ни айва ни рябины никто никогда и можно а вот вкусовые качества допустим вы все таки решили наиве я поэтому скажу ну допустим попробуйте давайте посмотрим в разное время я показывал 2 фотографии не моих не присылали по двое усулишка груша я все время подчеркиваю сладчайшая и вдруг одна ветка с колючками явный дикарь то есть вот так вот растут две ветки обе привойны но одна дикая а две вот так вот я вам показывал вы помните и объяснить это ничем нельзя кроме того что это есть вегетативный гибрид это есть то ли гибрид то ли химера так это когда подвой попал в организм привое фактически чуть ли это можно назвать гомово только стихийно гомово то есть генномодифицированные изменения произошли даже это можно сказать только оно не направленное а стихийно и даже это можно сказать и вот наконец в этом году у меня случилось одно чудо вот рассказываем чуть подольше вот это первая фотография она была сделана примерно в 2005 году потому что я показывал как сейчас помню главного редактору журнала сады сибири газету сады сибири он он приезжал в 2015 году в 2005 году значит прошло 17 лет вот она взрослела абсолютно вкусная груша лада мало того это она это она же вот местоположение зашибиться нельзя вкуснейшая морозостойкая я с нее взял за все годы может 200 черенков может 150 может еще и больше колесил как только мог что было дальше дальше нам надо доказать что того что чудеса на свете бывают вот это ее нижняя часть этой груши я недавно делал после того когда случилось чудо и так я мельком сказал начнет подробно вот это место прививки тут спору нет ошибки нет если бы я бы забыл я показывал тогда это главного редактору показываю как какая это самая революционер вот показывала вот тут у нее в этом месте она и была привита в самом низу но заметьте не здесь не на середине не выше ладно смотрим дальше то есть вот это есть место привитки а дальше культурная часть вот теперь эта фотография вроде бы ну так фотографии на самом деле вот эта ветка выделилась вот и груши вернули теперь на привитой части именно эта ветка стала дикой рассмотрим подробнее я был шоке надеюсь что не только и африке вот такие вот вырос игрушки вместо лады дальше все я до наказательства все со всем сторон снимал вот это она так теперь возьмем вот эту фотографию это она же есть вот эти падали вот это просто для подробности вот вы здесь вот вот они же это земли поднял вот это все с этой ветки 18 сентября 22 года смотрим дальше вот отсюда сенсация началась вот отсюда вот эта ветка вертикальная она культурная все я брал серенки если я брал ну наверное может быть даже не одна сотня килограмм сладких груш не одна а вот это вот вдруг стала дикой вот им дальше это еще не все мне вот эту фотографию обратите внимание это она же так детскими днями раньше почему если вот это вот она же дико вот она вот и вот она смотрите и сейчас я вам покажу это чудо вот так смотри сюда начали низ вот отсюда видела она же пошло а теперь смотрите видите вот эту грушу как мне повезло что на этой центральной ветке вот эти ветке сухие ветки отмирали я их отпиливал ну из-за того что я каждый год брал черепи я калечил и безбожно и вот последняя груша вот она вот она на центральной ветке вот она вот эта девятка не здесь критер прививка вот там она стала дикой вот но я показываю не того чтобы вас напугать что вас может быть вы приведете на уссурийскую грушу а нас дур возьмет и замечает еще раз это третий и последний случай из сотен значит какой вывод для человека который пришел письмо какой там словом было волшебное за один тянет три случая из тысячи я считаю что мусористка груша надо поклониться и использовать ее в качестве подвой именно и конечно и черноплодную рябину когда я испортил эти эти самые армян с армении привез чернекислой чаще груши испортил этими самыми на на черноплодной рябине которые они пожили погибли и и Субтитры создавал DimaTorzok